Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. А сегодня мы разберём один из первых массовых турбомоторов BMW. Итак, встречайте темпераментную рядную шестёрку N55. Собственно, первой массовой рядной турбированной шестёркой BMW был двигатель N54, который появился в 2006 году. Это очень хлопотный мотор, на котором мучительно долго инженеры одомашивали непосредственный впрыск топлива. В 2009 году появился двигатель N55. Нельзя сказать, что это совершенно другой двигатель. Вообще обе первые рядные турбированные массовые шестёрки BMW были созданы на основе мотора N52. В моторе N55 были воплощены все технологии BMW, которые существовали на то время. В нём два фазовращателя Vanoz, бездроссельный впуск Veltronic, один турбокомпрессор типа «Twin Scroll». Стоит отметить, что здесь одна турбина, а все версии двигателя N54 были битурбированными. Двигатель BMW N55 развивает мощность от 306 до 370 лошадиных сил. На его основе был создан битурбированный S55, который выдаёт мощность от 410 до 460 лошадиных сил. Его устанавливали на BMW M2, M3 и M4. Гражданский двигатель N55 устанавливали на весь модельный ряд BMW, начиная с первой серии, заканчивая «шестёрками» и «семёрками». Также на кроссоверы от X1 до X6. С 2015 года этот двигатель заменили на новую рядную турбо «шестёрку» B58. Считается, что моторы N-серии подпортили репутацию BMW. Да, действительно, в первые годы выпуска они вызывали много хлопот. Для их решения понадобилось несколько лет и много ревизий некоторых запчастей, чтобы довести этот двигатель до ума. И, в принципе, это получилось. Практически с первых лет выпуска двигатель N55 показал себя надёжным и хорошо и долго, без особых доработок, выдерживает форсировку чип-тюнинга. Сейчас мы перечислим немало слабых мест и серьёзных проблем. Но, в принципе, с этим двигателем можно жить, особенно если владелец готов оплачивать немаленькие счета за обслуживание и текущий ремонт. А рядом есть квалифицированный сервис. На двигателе N55 устанавливался турбокомпрессор BorgWarner B03. Но в нашем случае он продан. Это твинскролл турбина. А это значит, что при поступании в горячую крыльчатку потоки газов разделяются. Один канал для газов из цилиндров 1-2-3, а второй канал для газов из цилиндров 4-5-6. В горячей части есть перепускная заслонка. Она по старинке управляется вакуумным актуатором, а вакуумный актуатор управляется электровакуумным клапаном. Вопросов к этому турбокомпрессору практически не возникает. А если и возникает, то, скорее всего, причина в управляющем клапане либо в вакуумных трубках. Ещё при больших пробегах может износиться втулка оси перепускной заслонки. Заслонка будет звенеть и пропускать газы мимо крыльчатки турбины. И тогда двигатель, естественно, потеряет в мощности. Разбитую втулку оси заслонки можно отремонтировать. Топливная система двигателя N55 обеспечивает непосредственный впрыск топлива. Топливный насос высокого давления находится под впускным коллектором. Он нагнетает топливо в рампу, из которой питаются форсунки. На этот мотор устанавливали два типа ТНВД. До 03.2012 использовался ТНВД старого типа, такой же, как на двигателе N54. Это проблемный ТНВД. Много этих насосов пришлось заменить на моторах при пробеге порядка 150 000 км. По мере его износа двигатель плохо запускается, неровно работает на холостом ходу, а также появляются спорадические ошибки по давлению топлива. На сегодняшний день этот новый ТНВД подорожал. Примерно стоит $1300. Весной 2012 года его заменили на совершенно новый облегчённый ТНВД с одним плунжером. ТНВД такого типа сегодня используется на большинстве впрысковых моторов. Этот ТНВД служит хорошо и долго. Новый стоит $370. Бэушный в два раза дешевле. Обратитесь в «АвтоСтронг». Форсунки двигателя N55 практически сразу получились надёжными. Хотя их пластиковые корпуса доверия не вызывают. Но тем не менее, если не мучить топливную систему ездой на резервном топливе, форсунки служат долго. Катушки зажигания двигателя N55 радуют приличным сроком службы – примерно 100 000 км. Но на чипованных моторах их ресурс снижается. Чтобы добиться приемлемого ресурса, надо на моторах с увеличенной форсировкой устанавливать более холодные свечи, то есть с меньшим калильным числом. Насос системы охлаждения двигателя N55 имеет электрический привод. Помпа сразу получилась неудачной. На моторах первых лет выпуска её ресурс составлял примерно 50-80 000 км до поломки или до потери герметичности. Но затем помпу доработали и ресурс увеличился до 120-150 000 км. Если помпа вышла из строя, двигателю грозит перегрев, о чём предусмотрительно оповестит информационная система. Также по корпусу помпы может вытекать антифриз. Помпа не ремонтопригодная, выходит из строя из-за внутренних дефектов. Сегодня новая помпа стоит 830 долларов. Есть заменители, но они всего лишь дешевле на 100-200 долларов. В общем, поломка помпы сулит реально дорогие затраты. Над помпой примерно вот здесь находится трубка с термостатом. Термостат электронно управляемый, позволяет нагреваться охлаждающей жидкости до температуры в 107 градусов. Затем при увеличении нагрузки на двигатель температура снижается. В этом участвует не только радиатор, но и управляемая помпа. Грубо говоря, за интенсивность циркуляции охлаждающей жидкости тоже отвечает ЭБУ. Из-за этой особенности нельзя просто так взять и заменить штатный горячий термостат на более холодный, ЭБУ всё равно будет тщательно нагревать двигатель, уменьшив скорость работы помпы. Термостат имеет пластиковый корпус, который временами трескается, но чаще всего термостат заклинивает в открытом положении. Об этом можно узнать зимой, когда двигатель не будет догреваться до 110 градусов. Новый термостат стоит 200 долларов. Со временем двигатель N55 начинает жаловаться на подсосы воздуха. Их проще всего искать с дымогенератором. Бреши появляются под прокладкой клапанной крышки, по штуцерам и трубочкам, подсоединённым к ней. И, конечно же, воздух может просачиваться через мембрану системы вентиляции картерных газов. Отдельно отметим, что патрубок от интеркулера до дроссельной заслонки слабенький и недолговечный. Он лопается, трескается. А если двигатель хорошо форсирован чип-тюнингом, то его сразу же надо заменить на неоригинальный силиконовый аналог. В клапанную крышку двигателя N55 встроен лабиринт системы вентиляции картерных газов, регулирующий мембранный клапан и вакуумный ресивер. Но он относится к другой системе. Мембранный клапан и тут служит 150 000 км. Трещины в нем приводят к подсосу воздуха в систему вентиляции картерных газов и, соответственно, во впуск в обход расходомера. При такой проблеме производитель рекомендует менять всю клапанную крышку и заплатить за неё 600 долларов. Но, к счастью, в продаже есть большой ассортимент неоригинальных мембран даже с их крышками. Если закупорился лабиринт в клапанной крышке, то давление в картере вырастет и, как обычно, выдавит масло через сальники. А вот если закупорится обратный клапан перед трубкой, по которой картерные газы идут во впуск перед турбиной, то тогда из-за высокого разрежения в картере двигатель может, наоборот, продавить все сальники и уплотнения внутрь. В таких случаях все лабиринты и каналы в клапанной крышке придётся тщательно отмывать. А если этого сделать не удаётся, то придётся купить новую клапанную крышку. Кстати, от нескольких неоригинальных производителей есть предложения по крышкам, но не всегда неоригинальные решения будут работать так, как надо. Вот отсюда из клапанной крышки выходит патрубок, по которому картерные газы отправляются во впуск после турбины. При пробеге примерно в 200 тысяч километров этот патрубок рассыхается и лопается. Цена вопроса – 45 долларов. Самые экономные ставят китайский неоригинал. Фирменная черта двигателей BMW – это течь масла по всевозможным прокладкам. Эта проблема не обошла стороной и двигатель N55. Но стоит заметить, что до первых запотеваний эти двигатели пробегали 100-150 тысяч километров. Прокладку масляного поддона этого двигателя придётся поменять именно из-за утечки масла по ней. Ну, а сегодня разобрать это баварское чудо нам поможет чудный механик Дмитрий. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Итак, объект номер один в списке текущих и потеющих маслом агрегатов. Это теплообменник масляного фильтра. Две прокладки сложной формы рассыхаются и начинают пропускать масло. Масло отсюда попадает на ремень привода навесных агрегатов. Опытный сервисмен меняет эти прокладки за 15-20 минут. В редких случаях приходится менять теплообменник целиком. Если он треснул через трещину, наружу или в масляный контур будет попадать антифриз. Ну, а если запотевания появятся по пластиковой крышке масляного фильтра, то тогда ее придется заменить на новую. Также замена крышки помогает в устранении неровного холостого хода, а также решает проблемы с ваносами. Дело в том, что в крышке есть подпружиненный перепускной клапан, пружинка которого со временем ослабевает. И тогда и ваносы плохо наполняются маслом и возникают проблемы с давлением масла. Поэтому вот эта пластиковая крышка оригинальная стоит $50 и это очень важный расходник этого мотора. Натяжитель ремня навесного оборудования служит порядка 150 тысяч километров, а затем его ролик может наклониться в сторону. Это приведет к ускоренному износу ремня навесного оборудования, а также к его соскакиванию. Во время соскакивания ремень может затянуть между шкивом и кожухом ГРМ. Также ремень навесного оборудования может выдавить сальник коленвала внутрь. Бывали случаи, что внутрь попадали фрагменты приводного ремня, их находили в поддоне и даже в маслозаборнике. Так что не шутите с натяжным роликом, меняйте его и по пробегу каждые 160 000 км и осматривайте его при каждом ТО. Ремень навесного оборудования служит примерно 90 000 км. Обязательно меняйте при попадании на него масло сверху из корпуса масляного фильтра. Оригинальный натяжитель стоит $150 и его надо менять обязательно с алюминиевым крепежным болтом. Прокладка клапанной крышки усыхает к пробегу в 150 000 км. Если масло обильно течет и попадает на выпускной коллектор, то в салоне будет слышен запах паров масла. Оригинальная прокладка стоит $50. Двигателю N55 досталась система Veltronic 3-го поколения. Её электромотор бесщеточный, он установлен вертикально между распредвалами. Напомним, что электромотор через червячную передачу управляет эксцентриковым валом, который отодвигает промежуточные рычаги. Сбоку на этих рычагах есть ролики, на которые надавливают кулачки впускного распредвала. Нижняя часть этих рычагов надавливает на коромысло впускных клапанов. Вся эта система нужна, чтобы изменять высоту подъема впускных клапанов. Тем самым регулируется наполнение цилиндров свежим воздухом. Дроссельная заслонка не нужна, но она установлена перед впускным коллектором. Дроссель используется при прогреве двигателя, при торможении двигателя, а также в аварийном режиме. Veltronic 3-го поколения довольно надежен, но червячная передача всё равно стирается при больших пробегах. На сегодняшний день электромотор и эксцентриковый вал обойдутся более 2000 долларов. Сейчас уделим внимание электрогидравлическим клапанам, которые управляют муфтами VANOS. Вот это металлическая стружка, которая забила сетки. Это металлическая стружка от шатунных вкладышей. К сожалению, такая неприятность случается на двигателях N55. Эти клапаны находятся спереди на ГБЦ. Из-за их неработоспособности при пробеге примерно в 200 тысяч километров нарушается работа всей системы, и двигатель переходит в аварийный режим. Иногда получается оживить эти клапаны, хорошенько прочистив их растворителем. Оба клапана одинаковые. Их цена заметно возросла в последнее время. Цена одного клапана – $230. Двигатель N55 удивил тем, что крепёжные болты муфт VANOS срезают, т.е. у них отваливали шляпки. Эта неприятность происходила при пробеге в 100 тысяч километров. Двигатель начинал нестабильно работать, терял мощность и даже мог заглохнуть на ходу. Дилеры BMW превентивно меняли болты корпусов VANOS по гарантии. Если болты срезала, то меняли фазовращатели целиком. Срезанные болты обычно просто проваливались в поддон и не наносили серьёзного урона двигателя. Кстати, здесь болты нового образца. А вот это распредвалы с нашего двигателя при возникновении проблем со смазкой в первую очередь страдают шейки впускного распредвала. И это как раз таки наш случай. Все шейки изношены, а борозды на двух из них очень хорошо ощущаются. С этими ГБЦ практически ничего плохого не случается. Да, при больших пробегах её придётся снять для замены маслосъёмных колпачков. А если говорить о состоянии, то у нас классическая картина – признаки масложёра. Блок цилиндров легкосплавный, с открытой рубашкой охлаждения. Многие, кстати, критиковали этот блок, мол, ему и жёсткости мало, и вот эти пропилы между цилиндрами не внушают доверия. Но по факту, если этот двигатель в усмерть не перегреть, то никаких проблем с блоком цилиндров не случится. Кстати, блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами и никакого нано-покрытия здесь нет и в помине. Хон выглядит весьма оптимистично, но местами проглядываются побежалости. Цепь ГРМ служит хорошо – примерно 200 000 км. Официального регламента её замены нет, вторая цепь приводит вакуумные и масляные насосы. Обычно её менять не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель BMW N55 оснащён двухступенчатым масляным насосом. Инженеральный компании BMW использовали стандартную конструкцию с шиберным ротором, но такой, как у насоса ГУР. Только статор относительно ротора сдвигается. Таким образом изменяется соотношение сторон всасывания и нагнетания масла. Объём прокачки масла и давление тоже меняются. Статор сдвигается по команде ЭБУ, который управляет гидравлическим клапаном, который находится спереди справа на блоке цилиндров. Если скорость отклика этого клапана уменьшится и он заклинет в том положении, когда маслонасос работает в экономичном режиме, то при увеличении нагрузки на двигатель пары трения не получат достаточного количества смазки и первыми сдадутся шатунные вкладыши. Также отклонения в работе этого клапана приводят к неторопливому износу шеек впускного распредвала. Ещё на этот клапан возлагают вину за проворачивание шатунных вкладышей, много случаев заклинивания двигателя и пробивания блока шатуном. Этот клапан рекомендует менять каждые 100 тысяч километров. Новый такой клапан стоит 220 баксов! Разбираемый нами двигатель N55 пострадал не от такой уж редкой проблемы износа вкладышей, который был вызван масляным голоданием. Один вкладыш вообще размолотило, поэтому мы вам показать его не можем. Остальные вкладыши сильно изношены. Эта проблема не произошла мгновенно. Дефицит смазки был достаточно долгое время. Шатуны раскалялись. Обратите внимание, черное – это масло подгоревшее. Коренные вкладыши выглядят хорошо, они не протерты до меди, но уже пострадали от металлической стружки. Маслосъемные кольца тоненькие, из-за старого масла они быстро закоксовываются. Отсюда и происходит масложор. Коленвал кованый с индукционной закалкой шеек. По состоянию все шатунные шейки пострадали от масляного голодания. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали не такой уж страшный двигатель N55. Мы меняем масло чаще, и также меняем злосчастный клапан управления маслонасосом. И тогда таких дорогущих проблем с ним не случится. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».